Всем привет! Привет! А мы сегодня готовим шаурму по-домашнему с курицей на канале Готовим с Любовью в студии Виталик и Ирина. Готовьте на здоровье! Перед тем, как готовить шаурму, нам сначала нужно замариновать куриное филе. Для маринада нам нужны будут следующие продукты. Соль, перец добавляем по вкусу, сушеный базилик, 2 столовые ложки растительного масла и 400 граммов куриного филе. Значит так, куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Мариновать нужно минимум полчаса. Куриное филе должно хорошо пропитаться ароматами базилика и, конечно же, хорошо промариноваться. чтобы мы быстренько обжарили на сковороде и сразу же можно формировать шаурму. Нет ничего вкуснее домашней шаурмы, потому что вы добавляете в нее все те продукты, все те овощи, которые любите. Ну что, в растительное масло добавляем нарезанное куриное филе. Теперь добавляем соль, черный перец и базилик. Можно добавить любые специи на ваш вкус. Хорошенько перемешиваем. Можно также замариновать в соевом соусе. Кому как больше нравится. Я добавляю меньше специй, так как шаурму делают для себя, для детей. Они больше любят без специй. А базилик это прекрасное дополнение всегда к мясу. Оставляем на полчаса. Теперь на сухой сковороде разогретой начинаем обжаривать наше куриное мясо. До готовности. Переворачиваем, помешиваем. Куриное филе готовится быстро. Перемешали еще раз. Куриное филе готовое. Мягкое, сочное и очень ароматное. Осталось нам теперь просто сформировать шаурму и обжарить с обеих сторон на сухой сковороде. Для начинки я буду использовать один свежий огурец, один свежий помидор, капуста тоже свежая. Мелко нашинковали, порубили, хрустящая. Мне очень нравится. Кстати, можно добавить в начинку морковь по-корейски, свеклу по-корейски. Тут уже дело вкуса. Я добавляю стандартный обычный набор соусов. Это кетчуп и майонез. Куриное филе обжаренное остывает. Кладем остывшее. Ну, скажем, такое чуть тепленькое, но не горячее. Чтобы лаваш не размок и не порвался. Сейчас буду нарезать свежий огурец полукольцами. Люблю именно, когда свежие овощи в шаурме. Шаурма получается сочная, вкусная, ну, просто идеальная. Помидоры я тоже нарезала полукольцами. Уже поставила воду на приготовление кофе, какао, кому что. Ну, сейчас будем собирать шаурму. Освободила себе место на кухонном столе. Значит, лаваш у меня большой. Я его буду разрезать пополам. Просто будет огромнейшая шаурма. Поэтому решила каждый лаваш разрезать пополам. Будет отличная порция. Всем хватит. Значит, как обычно, сначала мы наносим слой майонеза. Для сочности, для нежности. Я майонез готовлю сама. И готовится он быстро и просто. Главное, что все продукты на 100% натуральные. Рецепт есть на канале. Снимала очень давно. У меня даже есть постный майонез. На любой вкус. Теперь, конечно же, немного и кетчупа добавим. Кетчуп у меня не домашний. Любим, когда шаурма сочная. Так, теперь мы кладем обязательно мясо. В данном случае курица. Вся семья ждет шаурму. Наобещала, теперь выполняю. Так, есть. Дальше я кладу хорошую такую жменьку капусты. Еще раз так разминаем ее в руках. Отлично. Теперь, конечно же, огурцы. Дети у меня обожают свежие огурцы. Не знаю почему, но вот очень любят. Поэтому огурцы кладу обязательно. И, конечно же, пару ломтиков достаточно помидоров. Вот. Ну, а теперь сейчас сворачиваем. Значит, вот так. Крутану первый раз, подворачиваю и заворачиваю. То, что нужно. Идеальный размер. Знаете, есть такая шаурма, бывает огромная. Неудобно есть вот эта. Пол лаваша. Она длинная. Она не очень большая. Ну, такая, как надо. Удобно будет просто есть. У меня получилось 4 шаурмы. Теперь каждую шаурму я на сухой сковороде сушу. Подсушиваю. Поджариваю. До румяной корочки. С четырех сторон. Я люблю, когда лаваш хрустящий, нежный, вкусный. Никогда он, знаете, сырой и тяжело его укусить. Поэтому поджариваем со всех сторон. Шаурма на столе. Сейчас разрежу. С хрустящей корочкой. Сочная, вкусная. Вы посмотрите. Просто превосходная. По желанию можно добавить еще зелень. Но нам и так очень вкусно. Тем более зелень. У меня только зелень петрушки. А дети не очень любят петрушку. Поэтому решила сделать с овощами огурчик, помидорчик и очень вкусное и сочное куриное филе. Готовьте на здоровье. Виталик готов к дегустации. Приятного аппетита. Спасибо большое. Давно я ждал шаурму от тебя. Обалденно. Очень вкусно. Ты знаешь, я разрезала и думаю, ну не хватает зелени. Надо было листья салата купить. А в холодильнике только зелень петрушки. Решила не добавлять. Дети не очень любят. Думаю, еще испорчусь шаурму, а так они будут есть с удовольствием. Много овощей, мяса. Очень вкусно. Обалденно. Я что-то так проголодался. Аппетитно выглядит. Но очень вкусно. Сытно. Курочка так ароматная. Приправы. Там только базилик. Соль, перец и базилик. Чувствуется вкусно. Ты молодец. Спасибо большое тебе, что ты нас радуешь. В общем, мужу угодило. Готовьте шаурма по-домашнему. Очень вкусная. И готовится недолго и просто. С вами была Ира, Виталик и канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. Оставляйте комментарии. Всего хорошего. До новых встреч.